Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Марию Бутину депортируют из Америки. Спустя полтора года девушка увидит семью. Барнаульцы больше не будут падать. Лестницу Нагорного парка открыли после укладки антискользящего покрытия. Курочка, ряба, яйцо и таинство жизни. В Барнауле появился необычный памятник. Уже в эту субботу Мария Бутина может встретиться со своей семьей. Арестованную в США девушку освободят завтра, 25 октября. В течение суток ее депортируют из Америки. До Москвы Бутина полетит в сопровождении сотрудников миграционной службы. В столице она встретится с родителями и сестрой. Пока номер рейса самолета, на котором полетит уроженка Барнаула, неизвестен, адвокат Бутины рассказал одному из федеральных агентств, что Мария сможет позвонить ему перед вылетом и сообщить, где ее встречать. А он передаст информацию Валерию Бутину, отцу осужденной. Напомним, Мария была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Бутиной пришлось признать себя виновной, иначе ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Лестница, ведущая в Нагорный парк со стороны площади Спартак-2, снова открыта для посещения. Подрядчик завершил укладку антискользящего покрытия из резиновой крошки на ступенях и пролетах. Общая площадь покрытия составила более тысячи квадратных метров. Работы обошлись городскому бюджету почти в 2 миллиона рублей. Теперь, по замыслу заказчиков Комитета по дорожному хозяйству, лестница будет безопасной в зимнее время. Ранее горожане жаловались, что после дождя и с наступления мороза ступени становятся скользкими. Кстати, работы по укладке покрытия заняли меньше месяца и закончились даже раньше срока. И это несмотря на то, что в процессе укладки вандалы периодически портили покрытие. Не все пассажиры аварийно севшего в Барнауле самолета получили обещанные компенсации. Напомним, самолет рейса Камрань-Барнаул совершил жесткую посадку 25 сентября. Произошло возгорание стойки шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. В результате эвакуации травмы получили более 50 человек, в том числе несколько пассажиров в переломы. Перевозчик авиакомпании «Азур Аэр» заявила, что выплаты по 100 тысяч рублей будут произведены каждому пассажиру, независимо от полученных травм. Более того, о том, что выплаты стартовали, сообщалось на сайте авиакомпании еще 4 октября. Но, вероятно, не все пассажиры знают о том, как получить деньги. Известно, что в начале октября компенсации получили всего 24 пассажира. В их числе жительница Барнаула Василиса Шишкина, которая рассказала, как получить компенсацию в течение нескольких дней. Мы обратились с заявлением на выплату в авиакомпанию по электронной почте. На сайте авиакомпании размещена информация в разделе новости о том, каков порядок обращения каждому пассажиру. 1 октября мы обратились в авиакомпанию и в течение 14 рабочих дней получили выплату. Размер выплаты составил 100 тысяч рублей. Места временного накопления отходов появились в Барнаульской зоне обращения с ТКО. Они организованы в селах, чтобы заменить себе старный сбор мусора. В Косихинском районе новым правилам следует уже практически весь муниципалитет. Анастасия Дороган продолжит. Уже месяц Валентин Торгашов приучает себя к правильной утилизации. Пока пластика и стекла набрал на три пакета. Мусор оставляют на специальном месте временного накопления. Собаки, если бы там пищевые отходы были, они бы, может быть, и таскали. Но их там нет. А после бутылки им не нужны. С сентября рекоператоры, заходящие в село, не используют бестарный сбор. Теперь применяется только два способа вывоза – либо из контейнеров, либо с места временного накопления. На покупку контейнеров в муниципалитетах, как правило, денег нет. Например, только Лосихинскому сельсовету на эти цели нужно 250 тысяч рублей. Поэтому все переходят на второй вариант. Обязанность организовать контейнерную площадку уже возложена на органы местного самоуправления. На сегодняшний день на территории сельской местности такие площадки не организованы. Поэтому органы местного самоуправления уже определяют места временного накопления твердых коммунальных отходов. Здесь таких четыре. Для почти тысячи человек этого мало, жалуются жители. Возможно, поэтому некоторые не несут мусор в места временного накопления. Возможно, люди не в курсе. Хотя в Лосихе это маловероятно. Власти буквально зашли в каждый дом. В сентябре месяце, в конце августа мы провели организационные встречи с населением. Посредством почты, спасибо большому почтальону нашему, она разнесла в такие листочки, бегунки, в которых говорилось о том, что данная услуга на территории нашего села будет оказана. По словам главы, люди понимают, что места накопления – временная мера. И надеются, что с появлением контейнеров таких точек будет больше. Это и удобно, и в поселке чисто. Пока мусор собирают дважды в месяц, но отходов очень мало. Правда, не платить за услугу, которой по каким-то причинам люди не пользуются, нельзя, поясняют эксперты. Это является противозаконным, поскольку это включено в коммунальную услугу, и платить должны все. Видели они, не видели, значит, они не видели этот график. Скорее всего, у нас, видно, не хватает информации для населения. По местам накопления площадок, по их организации, когда вывозятся, по графику и так далее, и так далее. То есть это все в руках органов местного самоуправления. Сейчас в Косихинском районе на Бестарном сборе остался один поселок и райцентр. Но и там с 1 ноября появятся места временного накопления. Олимпийские надежды накануне съехались в Барнаул. В краевой столице прошло открытое первенство по греко-римской борьбе. Для сотни юных спортсменов эти старты как большая репетиция перед краевым чемпионатом. Подробнее в сюжете. Когда первые прогреши равноценны победам на ковре Барнаула, юные борцы впервые пробуют сломить реальных соперников со всего края и побороть себя. Я бы детям за то, что он вышел, просто вышел на ковер, уже бы давал медали. Вы представляете, что в душе у ребенка творится? Он выходит на бой. Он один. Кто-то боится, кто-то волнуется. А кому-то это нравится. Ты учишься бороться с проблемами. С проблемами? Бороться со страхом. Матвей в спорте половину жизни. Сейчас ему 10. Именно с этого возраста борцам уже можно соревноваться и отрабатывать прогиб, накат, кочергу по-серьезному. Так что у медиков работы хватало. 16 муниципалитетов, больше сотни спортсменов возраста 11 и 12 лет боролись за звание лучшего. Отдевай, до конца! Руку бери, руку прихватывай. Руку прихватывай. Все раскатывайся. Все, молодец. Первенство проходило уже в четвертый раз. И для мальчишек оно как репетиция больших чемпионатов. Например, скоро пройдет турнир памяти первого мастера спорта СССР из Рубцовска Виктора Бочевара и отбор на соревнования Сибирского федерального округа. Сейчас тяжело сказать, какая у них подготовка еще. Тут мы смотрим, кто показывает зубы, кто крепок, мало болеет, кто следит за здоровьем и соблюдает правила, по которым мы все живем в спортивной борцовской. Он старался делать приемы, а я не очень. Я пытался взять захват, а он уже бросал. Ты победил, потому что был ловчей его? Да. Ты еще два вытянешь? Вытяну. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком. Барнаульцы оценили стоимость человеческой жизни в 4 миллиона 200 тысяч рублей, пишут известия. Российские эксперты-социологи провели опрос, какая сумма устроит семью при наступлении страхового случая, то есть гибели человека, чтобы жить достойно без него. По итогу сумма, названная в Барнауле, оказалась самой низкой в сравнении с другими городами России. Дороже всего человеческую жизнь оценили в Москве в 8 миллионов рублей. Средняя сумма по России составила 5 миллионов 800 тысяч рублей. Социологи отметили, что мужчины оценили свою жизнь дороже, чем женщины. Кстати, молодые люди оценивали себя выше, чем пожилые опрошенные. Всего в опросе участвовало более 500 тысяч человек. В Барнауле скоро откроется памятник добра и таинства жизни. Установили его в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Фотографии курочки рябы и золотого яйца разместил на своей странице в Инстаграме Сергей Писарев. Дату, когда официально откроется памятник, директор зоопарка пока держит в секрете. Изготовили курочку и яйцо на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области. Кстати, изделия этого завода выставлялись на выставках во Франции, Испании и Америке. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.